В Екатеринбургской православной службе милосердия прибавление пять новых сестер. Теперь на патронажных адресах, в детских учреждениях и больницах трудятся уже 44 сестры. Посвящение добровольцев сестры милосердия совершил протеерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Торжество состоялось в монастыре святых царственных страстотерпцев на Гане на Яме после божественной литургии, за которой почти все сестры причастили святых христовых тайн. Посвящение в сестры милосердия неслучайно проходит в монастыре святых царственных страстотерпцев, ведь в семье императора Николая II помощь ближним занимала важное место. Его супруга Александра Федоровна и две старшие дочери Ольги Татьяна сами во время войны стали сестрами милосердия. Под их молитвенным покровом родились сегодня для своего служения новые сестры православной службы милосердия. Присоединиться к служению милосердия может любой человек, независимо от возраста и социального положения, а также степени воцерковленности. Главное неравнодушное к страданиям ближних отзывчивое сердце. Сначала человек становится добровольцем, пробует свои силы, а затем по мере воцерковлений и осознания необходимости служения Богу через служение людям может стать и сестрой милосердия. Вначале я с добровольцами ездила в паломнические поездки. Как-то они такие все дружные были, помогали всегда. А потом я поехала с этими добровольцами на сплав. И там тоже было очень здорово, там тоже без помощи никогда не оставляли. Поэтому я поняла, что люди надежные все, добровольцы. А когда вот еще узнала, чем они вообще занимаются, побывавшие на собрании, то я поняла, что мне там надо быть. Наверное, хотя бы под старость лет, но поработать на благо кого-то, кому-то помочь. У нас сестры готовятся к посвящению через беседу с батюшкой в первую очередь. То есть мы сначала собираем всех сестер вместе, рассказываем, что это такое служение батюшка рассказывает, как это трудно быть. Но это крест, который поможет спасти душу конкретной сестры. Все условия, которые для этого необходимы, у сестры появляются. Потому что она уже, ну, как бы даже себе не принадлежит. Она принадлежит Богу, церкви, ближним. Посвящение в сестры милосердия чем-то напоминает таинство хиротонии. Как во время рождения нового дьякона или священника, во время рождения сестры для социального служения читаются особые молитвы. Затем духовник сестричества освящает специальные платы и под пение аксия, что значит достойно, надевает их на посвящающихся. Аксия. Аксия, аксия, аксия. После посвящения сестра несет особую ответственность перед церковью, становится воином Христовым, выполняет свое послушание регулярно и самоотверженно. Это и трудно, и радостно одновременно, особенно для тех, кто давно об этом мечтал. Ну, уже с таких сознательных лет я всегда хотела, да, вот именно помогать пожилым людям. Ну, вот я хотела устроиться сиделкой и звонила по объявлениям, по адресам, всем подряд. И меня никто не брал, я даже бесплатно хотела, просто вот чтобы приходить и помогать. А потом, так случайно получилось, что, оказывается, есть такая православная служба Милосердия, такая хорошая организация. Те, кто тоже хотел бы стать добровольцем или милосердной сестрой, могут познакомиться подробнее с работой православной службы Милосердия на сайте ekbmiloserdia.ru.